Восьмидесятилетие отметил поэт, публицист, краевед Виталий Станьял. Литературный вечер собрал в Национальной библиотеке его многочисленных поклонников, коллег и друзей. Он посвятил себя тому, что для него всего дороже – изучению и развитию родного слова, языка своих предков. Литературный критик и ученый-исследователь Виталий Станьял много лет своим примером увлекает и своих коллег, и учеников. Я считаю себя счастливым человеком, так как я, ну, долгие годы, где-то 10 лет вместе рядом, бок о бок, с ним работала в педагогическом университете. Как преподаватель, как коллега, он, конечно же, он неординарный человек во всем, и в преподавании тоже. Он всегда, он как Прометей ведет за собой всех и преподавателей, и студентов. Его перу принадлежит большое количество статей и рецензий. В общей сложности он создал более 80 научных трудов, в их числе 6 монографий, учебники по чувашской литературе. Работал в редакциях республиканских газет. Виталий Петрович много изучал этно-религию и этнографию. Уникальная методика преподавания Виталия Станьяла способствовала появлению именитых педагогов. Я вот после армии поступил в университет Ильи Николаевича Ульянова. Как раз на первом курсе его назначили куратором нашей группы. Когда мы с ним познакомились, он тогда же нам научил, именно научил исследовательскую деятельность. Вот мы благодаря ему, Виталию Петрович Станьяла, стали учителями чувашского языка и литературы. Просто и доступно. Его стихи говорят о том, что любить родной язык, заботиться о том, чтобы он процветал, все в наших руках. Популярно творчество Виталия Станьяла и у молодежи. Я думаю, что его стихотворение учит школьников просто жизни, как правильно жить, развиваться. В своей педагогической работе он выкладывался на 100%. Того же требует и от других. За успехи, достигнутые в педагогической деятельности, юбиляр достоин почетного звания. Заслуженный работник Высшей школы Чувашской республики. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Валерий Резюков. Республика.